Привет любителям оружия! Первые шаги, которые могут привести вас в Кэмп Перри. Мы поговорим о том, как начать, и посмотрим на начинающих стрелков. Роб Литом даст урок пистолетной стрельбы. А Том Непп покажет разные ружья для разных целей. Всё это сегодня в программе «Магия оружия». Магия оружия Вот так начинается обучение из положения стоя из 200 метров. Должен сразу сообщить, что для участия в состязаниях по стрельбе из винтовок научиться нужно многому. Так вы дойдёте до лагеря Кэмп Перри и национального первенства. Но сегодня мы поговорим о первых шагах, о начинающих стрелках в клубе, который славится своей учебной программой. Восемь часов утра, третья суббота месяца. В городе Окридж, штаб Теннесси, начинается очередной семинар для начинающих стрелков. Дэнни и Регина Хаггарды заполняют бумаги и собирают скромную плату. А Чарли Смарт знакомит новичков с опытными членами клуба, которые будут их обучать. Сегодня начинается соревнование отца и сына. Крис Митчелл и его отец Клитус приехали на второе занятие. Мы много охотимся и рыбачим, а приезжать сюда нам нравится. Мы стреляем, и ему всегда хочется меня обставить, но это мы ещё посмотрим. В первый раз ему это удалось, но сегодня я намерен отыграться. А Джо Линдси и его сын Маршал попали сюда впервые. 11-летний Маршал готов, но немного нервничает. Думаю, когда начну стрелять, то привыкну. На дистанции в тысячу метров занервничать может каждый. Стрельбище хорошо ухожено, как поле для гольфа. Да, оно и являлось таковым, когда Рейхетмейкер был молодым. Я родился через дорогу отсюда. До Второй мировой войны эта земля принадлежала моему деду. Потом её забрали городские власти. Так что я получаю дополнительное удовольствие. Я как будто возвращаюсь домой. Сегодня Рей тренирует ещё одного члена семейной команды, Джона Скоттона. Высоковато взял. Да. Целься ниже. А мне помогает Гарри Миллер. Я не могу. Завысил. Попробуй так. На рубеже сообщают скверную новость. Десять выстрелов с расстояния 200 метров без опоры. Больше похоже на промах. Гарри отмечает промахи в моей карточке, а Рей подсчитывает успехи Джона. Вот хорошо, только чуть левее. Рядом тренер даёт советы Маршалу. Мне не хватает стабильности, но я работаю над этим. Теперь десять беглых выстрелов с 200 метров, сидя, и можно пользоваться ремнём. Нужно удержать винтовку без помощи правой руки. Да, вот так. Нужно выпустить две пули, сменить магазин и выстрелить ещё восемь раз за 60 секунд. Очень весело, если попадаешь. Всё положил. Теперь мы сидим в траншеи и с удивлением обнаруживаем, что наша крошечная чёрная мишень на самом деле размером с баскетбольный мяч. Ещё нужно научиться считать. Отмечаешь попадание маленьким маркером и сообщаешь цифру большим маркером. Отработав свою смыну в траншеи, мы лучше разглядели, где находится эта самая десятка. Теперь 300 метров. Тренеры показывают, как это делается. Гарри стабильно выбивает десятки и иксы. Из 100 возможных он выбил... 99. Теперь наш черёд. Новичков. Беглая стрельба лёжа с 300 метров. 10 выстрелов за 70 секунд. Первые два выстрела просто прекрасные. Они ложатся точно в центр. И последний мой выстрел вполне приличен. Девятка. Совсем рядом с десяткой. Спасибо, Гарри. И хотя это больше похоже на семинар отцов и детей, не думайте, что женщин сюда не допускают. Регина Хаггард выступала сегодня в качестве тренера мастер-класса. Когда-то она сама нашла человека, показавшего ей, как это делается. Это очень интересное состязание. Вас обеспечат и тренерами, и винтовками. С собой нужно иметь только желание попробовать. Мы хотим дать людям возможность пострелять из боевой винтовки. Не у каждого она есть. Мы приглашаем людей к нам, даём опытного инструктора и шанс испытать свои силы. И надеемся, что они придут к нам снова и снова. И, возможно, им придут к нам, чтобы они продолжат вернуться. Мы с Джоном очень благодарны Гарри и Рэйу за поддержку в состязаниях по стрельбе из винтовок. На состязания боевых винтовок допускаются три модели. И если вы не увлекаетесь историей Второй мировой войны, как я, можете выбрать модель AR. Но есть ещё класс мощных винтовок и очень интересное оружие для дальних выстрелов. Служебные винтовки — это полуавтоматические версии боевого оружия. М1 «Гарант» для традиционалистов. Калибр 7,62 мм. Если вы вступите в дочерний клуб, то сможете купить «Гарант» через программу подготовки стрелков из гражданского населения. Следующая винтовка — М1А «Спрингфилд». Это гражданская версия М14. Тоже 30-го калибра, но под 308-й патрон с сильной отдачей. Но именно AR-15 223-го калибра открыла эти состязания для таких юнцов, как «Маршал» и для женщин. Маленькая отдача, но высокая точность. Приверти такую винтовку можно через клуб, как это сделал Гарри, причем со скидкой. Есть и другие классы винтовок, если вас интересуют модификации. Это могут быть магазинные или полуавтоматические винтовки со складными ложами, заказными рукоятями и диоптрическими прицелами. И нет правила, по которому они должны выглядеть и стрелять так же, как и их предки. Но в руках опытных стрелков они бьют точно в десятку на турнирах в Окридже или в Кэмп Перри. «Магия оружия» представляет рубрику «Оружельные технологии. Новинки стрелкового снаряжения». Взгляните. Скорость — 400 метров в секунду, а вес пули — 21 грамм. Дульная энергия почти в полтора раза выше, чем у патрона «Магну» 44-го калибра. Перед вами первый патрон марки «Рубер». Его калибр — 12,19 миллиметра. Он должен быть мощнее 44-го «Магнума», но с меньшей отдачей, чем у патрона 454 «Касул». Заряжается он в «Супер Редхог». Такая комбинация наверняка понравится охотникам и спортсменам. Хороший компромисс — мощность больше, отдача меньше. Цена — 745 долларов. Кстати, для определения скорости мы используем принтер Хорона фирмы «Эйлер» с тремя датчиками. Фирма практически задает стандарты в этой области, а три датчика скорости позволяют электронике сверять два показателя, чтобы избежать ошибки. Принтер «Эйлер-35П» стоит 345 долларов. Должен напомнить вам, почему я смело могу стрелять у себя в подвале. Это система улавливания пуль фирмы «Рэндж Системс». Она сделана из молотой резины, кевлара и титана. Называется «Дуроблокс». Запатентована и удерживает любую пулю вплоть до 308-го калибра и кусочки свинца. Отлично помогает экономить время. Хотя прежде чем устроить канонаду, жену и детей лучше отправить за покупками. Цена устройства — 1800 долларов. А теперь новый патрон фирмы «Спир» для охотников. 360 метров в секунду. Патрон — 357 «Магнум». А вес пули — 11 граммов. Это затмевает 357-й патрон, который обычно снаряжается пулей весом 10 граммов, летящий на 15 метров в секунду медленнее. Это новый патрон «Голл Дот» повышенной мощности. Выпускается в калибрах 357, 454 «КСУ» и 50 «Экшн Экспресс». Для любителей. Не мой размер. В любом варианте патрон не очень дорог, но весьма эффективен для охоты с револьвером. Теперь для владельцев дробовиков. Новые прицелы от компании «Изи Хит». Автоволоконные, такие же, как тот, с которым «Том Непп» установил мировой рекорд. Предлагается широкий выбор. Маленькая бусина для охотников на индейки. Длинные прицелы, собирающие больше света и дающие более яркую точку. И вот такой на ребре, чтобы ваше самозарядное ружье уверенно стреляло и пулей, и дробью. Их слишком много, чтобы называть цены, но любой из них станет самым дешевым усовершенствованием вашего ружья. Заказывайте на нашем сайте. Это были «Оружейные технологии». Вы просили дать вам хороший совет, как преодолеть ошибки и улучшить показатели в стрельбе. У нас есть человек, который чаще всех побеждал на стрелковых состязаниях. Вы много раз его видели в наших репортажах, а теперь он будет регулярно давать советы вам и мне. Итак, Роб Литтон. Мы наметили для вас несколько уроков, следуя которым, и выполняя домашнее задание, вы в конце обучения станете более метким стрелком. Участвуете в турнире Национальной стрелковой ассоциации или Международной ассоциации оборонительной стрельбы, не имеет значения. Вы все равно повысите свои навыки, начинающие вы стрелок или чемпион. Прежде всего следует напомнить о соблюдении всех правил безопасности, и обязательно пользуйтесь защитными очками и наушниками. Всегда надевайте их, когда стреляете. Не держите палец на предохранительной скобе, если не собираетесь стрелять. Пальцу нечего делать возле спускового крючка. Оружие всегда должно быть на предохранителе. Прежде чем начать бегать, нужно научиться ходить. А мы начнем с умения держать оружие и стойки. Достаете вы оружие из кобуры, берете со стола, в любом случае нужно всегда держать его одинаково. Кисть приближается сзади, охватывает рукоять, большой палец поднят, чтобы сразу лечь на предохранитель. Левая рука подхватывает пистолет снизу под предохранительной скобой, так чтобы обе кисти соединились, а большой палец левой руки был направлен на мишень. Джим, подойди сюда и покажи. Встань на линию и покажи, что пистолет не заряжен. Хорошо. Дай мне и возьми правильно. Всей ладонью. Сожми пальцы. Этот всегда должен ложиться на предохранитель. Всегда. Теперь левая рука снизу под скобой. Держи крепко. Левый большой палец в сторону мишени. Соедини руки, сними из предохранителя. Так ты будешь держать оружие ровно и гасить отдачу. Пистолет ты держишь хорошо, но твоя стойка просто кошмар. Если ты правша, значит нужно отставить назад правую ногу. На полшага. Перенеси из тела слегка вперед, и тогда отдачу будут гасить не мускулы, а твоя масса. Если я тебя ударю, это тебя не сдвинет. А если прогнуть спину, ствол будет уходить вверх. Но в такой стойке ты сможешь быстро гасить отдачу. Выглядит неплохо. Давай вставим магазин и сделаем пару выстрелов. Отлично. Теперь вложите в кобуру, а я дам задание зрителям. Сходите на стрельбище и сделайте 50 выстрелов по одному, заново принимая стойку после каждого выстрела. Мы отрабатываем именно этот элемент. Увидимся в следующий раз. Если у меня есть время пойти на охоту, я охочусь на уток и гусей. Тем более, что они держатся вместе. Для любого дела нужен правильный инструмент. Вот ружье под патрон Магнум длиной 76 миллиметров для уток. Вот нормальное мужское ружье под патрон Супер Магнум длиной 89 миллиметров. Это для гусей. Если на меня летят две утки, а позади них один гусь, я собью уток утиным ружьем, а затем подхвачу гусиное ружье и собью гуся. Сейчас покажу, как это происходит. Запомните, две утки, один гусь, смена оружия. Начали. Вот так продуктивно можно провести день, добывая и уток, и гусей одновременно. Как только вы освоите кнопки и рычаги на своем ружье, заряжать его будет проще простого. Я возьму патрон в рот. Ружье разряжено. Беру тарелочку, бросаю через плечо, беру патрон, заряжаю, стреляю. Усложню задачу, чтобы показать вам, как легко заряжается это ружье. Кладем патрон на стол. Ружье разряжено. Я возьму мишень и отойду от стола. Не люблю слишком удаляться от патронов, но, допустим, мимо пролетает утка, а мои патроны лежат вдали. А ружье здесь. Вот утка, я охватаю патрон со стола, заряжаю ружье и стреляю. Чтобы осложнить дело еще больше, я снова возьму патрон в рот. Ружье пустое, но на этот раз мы его подбросим. Вот ружье, вот патрон, вот мишень. Бросаем ружье, бросаем мишень, заряжаем ружье и стреляем. Нет ничего проще. Мораль. На всякий случай всегда берите с собой два ружья. Верно, Том? В нашей следующей программе. 20-я годовщина ковбойских игр «Конец тропы», где можно пожить жизнью любимого персонажа вестернов. Первая магазинная винтовка Ли Неви. Боб Манден стреляет по бегущим тарелочкам. Это была «Магия оружия» и «Джим Скоттон». До встречи. Не забывайте о безопасности и бейте в десятку. Программа дублирована на студии «Тути Ребертс». По заказу студии «Ю-7». Это «Тути Ребертс» и «Тути Ребертс» и «Тути Ребертс». Продолжение следует...